И снова здравствуйте, теплолюбивые мои! Сегодня я бы хотел посвятить ролик выставке VaxiExpo, которая прошла в городе Воронеж еще в апреле. Ну, только сейчас добрался до материала. Итак, поехали! О аналогичной выставке я рассказывал уже в прошлом году. В этот раз присутствовали такие бренды, как Vaxi, The Dietrich, Mybos, Kermi. Но я хотел бы заострить внимание на своем выступлении. Благодаря компании Vaxi мне довелось одному из первых протестировать систему ZONT H1B. И об этом я рассказал на выставке. Был это вот так. Я очень рада приветствовать у нас в гостях Михаила Сафонова, наш друг, партнер. Поприветствуем! И нам Михаил расскажет. Мы сегодня говорили о том, что у нас есть новинки, новое оборудование. Михаил как раз тестировал Microline ZONT. Это было видео-съемка, сборка и разборка. И сегодня он нам расскажет о своем практическом опыте. Спасибо. Здравствуйте, спасибо. Ну, как уже Елена сказала, меня зовут Михаил. Представляю я компанию Петру Чининов, магазин «Мергазов» города Староскол. Ну, скажем так, сам ZONT, я так думаю, попал ко мне одному из первых. Попробовал я установить его в монтаже, соблюдая инструкцию, никаких проблем не возникло. Человек, которому компания в Акции подарила его, доволен жутко вообще. Скажем так, он выбирал, какой термостат себе поставить, там, проводной, беспроводной. А тут получилась вот такая возможность. И, ну, даже, скажу честно, по сей день у меня на телефоне установлен его аккаунт. И периодически он, ну, по какой-то проблеме, если что-то возникает с котлом, он даже не успевает мне позвонить. Я раньше набираю. В этом плане, ну, удобно, если бы было что-то сервисное впоследствии, такое вот следить. Так как достался мне, в принципе, ну, скажем так, тестовый образец на начальном этапе, проблема у меня была одна только с регистрацией сим-карты. На тот момент за мтомом шла только сим-карта Beeline. Насколько я сейчас знаю, по-моему, там все операторы сейчас представлены. МТС, Минкафон, Beeline, что-то такое. И возникла сама проблема именно завязать сим-карту, ну, скажем так, с паспортными данными оппонента. Почему-то сайт не сразу согласился Beeline это делать. А так, ну, что сказать. После установки мы переговаривали и с технической поддержкой БАКСИ по поводу как раз вариантов. Задумались сразу о вариантах подключения зонт системы котлом-нувола. И, как бы, на тот момент это была проблема. В этом году на Акватерме первый раз я увидел, что все, проблема как бы ушла. И теперь уже зонт подключается. И происходит переключение очень удобно в самом приложении. В плане того, что как ты хочешь управлять с панели или с самой, ну, скажем так, ну, и с предложения именно с самим программой зонт. Ну, что еще сказать. Очень хорошо, что появились, вот тоже мне этого не добилось попробовать, появились беспроводные датчики. Это намного удобнее в монтаже, потому что в моем случае котельная находилась очень далеко. И, в принципе, в доме уже была отделка. И, как бы, единственным выходом пришлось тянуть провод по фасаду дома. Хорошо, что, как бы, фасад еще был не утеплен и ничего. Ну, в принципе, проложили вроде как хорошо в гофре, ну, нормально получилось. Ну, а так, в принципе, как бы, говорю, для меня только пожелание, чтобы какая-то часть появилась именно контроля за обслуживанными котлами. Вот, систему зонт контролировать именно сервисной службе несколько котлов. Сейчас пока что, ну, по крайней мере, я не знаю. Ну, пока, да, все эти вопросы мы решаем. И это очень важно, когда мы получаем от вас обратную связь. А какие стороны какие есть? Ну, что? Ну, здесь сейчас именно, если говорить, в принципе, я бы, может быть, расположил бы сам узел, ну, сделал более компактным и внутри котла располагал. Не на стене, как вот сейчас, ну, там, на динрейку есть возможность и так далее, а именно, мне кажется, было бы очень удобно, если бы он где-то внутри на корпус вешался, подключался к опентерму и было бы замечательно. А так, ну, опять же, здесь вопрос стоит в том, что тогда нужно было бы из котла выводить антенну и дополнительное питание. Ну, в Китае, конечно, можно было бы и в котле взять. Да, ну, питание не проблема, а антенна, ну, как бы, в принципе, тоже есть возможность. Ну, по крайней мере, получается, уже почти два года эксплуатации, отказов именно по самому зонту не было. Зависание было? У меня не было. Один раз выскакивала ошибка, ой, сейчас не буду врать, какая она именно буквально секундой выскочила и пропала, хозяин даже этого не заметил, но это в статистике можно покопаться, в принципе, найти. То бишь, котел, скажем так, ровнулся на плату и все. И, между прочим, ну, как бы, я считаю это плюсом, ввиду установки именно зонт, получилось вычислить, ну, некую неисправность плата в произведении гарантийного ремонта. Спасибо большое, Михаил. Ну, мы продолжаем. Спасибо вам большое. Мы продолжаем нашу часть. Да, спасибо. Еще на этом мероприятии присутствовал консультант от компании Штиль. Он подробно рассказывал о новом стабилизаторе, выпускаемом под брендом Бакси. Нам также довелось с ним побеседовать. Смотрим. Первым, вначале, мы показываем демонстрацию работы. Чуть-чуть. Хорошо. Начинаем с того, что показываем работу. И, конечно, поскольку, в этих моделях стабилизаторов. Один из этих стабилизаторов, стабилизатор Бакси, новый, инновационный, инверторного типа. Другой, классический стабилизатор, ступенчатый корректор, стреливный, коммутательный. В качестве оборудования мы используем демонстрационный стенд, на котором можно подключить два стабилизатора и посмотреть, стиль их работу в различных режимах эксплуатации. И особенно можно увидеть работу стабилизатора в условиях сильного возмущения сети, критических ситуаций, которые важны для оценки качества работы изделия. Итак, начнем. Стенд. Значит, стенд состоит из латера, при помощи которого мы плавно регулируем напряжение. Вольт добавочного трансформатора, он спрятан внутри. Дальше мы имеем три вольтметра. Один вольтметр, это отображает состояние до входной сети. Два вольтметра, это отражающее состояние двух каналов, в каждом из которых подключен стабилизатор. В качестве нагрузки, визуальной нагрузки, мы используем одинаковые лампочки на каждую, по 25 вольтметра. Итак, начальный верхний у нас вольтметр, это какой стабилизатор? А мы сейчас установим. Значит, верхний вольтметр, это стабилизатор инвертор, нижний вольтметр, это стабилизатор традиционный, ступенчатый корректор. Итак, начальные условия сети 220 вольт, напряжение на выходе двух стабилизаторов. Они соответствуют стандартам качества электрической сети. В данном случае в верхнем это ровно 230, это заданный параметр выходного напряжения до стабилизатора в аксе. У стабилизатора нижнего порядка 220 вольт. Итак, сначала мы оцениваем диапазоны работы стабилизаторов с точки зрения широты диапазона. То есть, как только произойдет отключение, это покажет... Я имею в виду... Давайте я другой встану в другой. Да-да-да-да, просто невинно. Вот. Итак, ступенчатый корректор отключился. Напряжение на входе у нас сейчас находится на отметке 140 вольт. Продолжаем смотреть, как себя ведет инверторный стабилизатор. Напряжение на входе ниже 100 вольт, он продолжает работать. И вот, когда оно падает уже до 90, происходит отключение. Дальше. Ставим напряжение порядка 110 вольт. Это порог, при котором происходит обратное включение, автоматическое включение инверторного стабилизатора. Зачем есть некая задержка? То есть, отключается 90, включается 110. Есть такое понятие петля гестерезиса. И если мы будем включать на том же пороге, на котором отключается, может возникнуть автоколебательный процесс. То есть, стабилизатор включился, нагрузка подключилась, проваливается вниз, и он отключается. Чтобы избежать этих автоколебательных процессов, вводятся определенные понятия. Это называется плюс сколько-то процентов от напряжения отключения. Теперь смотрим дальше. Вот сейчас у нас включится традиционный стабилизатор. Робостабилизаторы работают. И мы продолжаем оценивать их диапазоны. Вот индикация, что напряжение горит максимально. Это напряжение 275 вольт. При этом напряжение произошло отключение традиционного стабилизатора. Инверторный стабилизатор продолжает работать. У инверторного стабилизатора порог 310 вольт. Здесь, в здании, не факт, что удастся его собрать. Мы просто поставим предел. То есть, вот в предел уже зашкалило за 300 вольт. К сожалению, больше не получается. Так, сейчас произошло восстановление. То есть, оба стабилизатора работают. Теперь оцениваем работу стабилизаторов в условиях плавно меняющейся сети. Вы видите, что инверторный стабилизатор стрелка стоит постоянно на месте. Лампочка никаких признаков не меняет. На стабилизаторе традиционном лампочка мигает и происходит колебание стрелки. Но эти колебания стрелки находятся в тех пределах, которые соответствуют, опять же, требованиям стандартов качества ГОСТа. Вот. А теперь мы делаем более жесткие испытания. То есть, мы рассматриваем ситуацию за городом, летом. Люди приехали, активно используют насосы для полива. Включена бытовая техника, кондиционеры, холодильники. Напряжение в сети просело. У нас на входе порядка 150-160 вольт. И вот ваш сосед варит замок. При этом напряжение стабилизатор традиционный мог бы работать, но при помехе, возникающей в этот момент, он уже в работу включиться не может. Инверторный стабилизатор продолжал работать. Никаких изменений на нагрузку мы не имеем. Следующая демонстрация – это демонстрация короткого замыкания. То есть, с чем это связано? В чем важность этого демонстрации? То есть, по входу наш котел защищает какая-то группа, в которую он подключен. Короткое замыкание так, по входу, это выбит автомат. А теперь мы имеем дело с коротким замыканием по нагрузке. То есть, когда у нас, допустим, нарушена изоляция, попала вода, закоротила. Ну, уже в самом котле. В самом котле. И в этом случае, если она пройдет насквозь, то обесточится все, что на этой группе есть. Это котел, это холодильник. И он неприятная ситуация в бытовом плане. То есть, у вас разморозился холодильник по причине короткого замыкания котла. Это неправильно. Если это происходит в ситуации с инвертором стабилизатором, он автоматически восстанавливается. Попала водитель на длительное короткое замыкание. Как бы простыми словами, у нас стабилизатор защищает как и на входе, так и на выходе. Да, 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 абсолютно верно. Вот сейчас мы дожидаемся, и он автоматически восстановится после длительного короткого замыкания. Вот. И теперь некое, скажем так, обобщение. В чем кардинальное отличие инверторного стабилизатора от традиционного ступенчатого корректора? Традиционный стабилизатор пытается тем либо иным образом скорректировать входную сеть и привести ее в соответствие с теми требованиями, при которым будет нормально работать нагрузка. Его характерные особенности – это определенный диапазон, в котором он может работать, достаточно узкий. Некая точность поддержания выходного напряжения. И самый главный фактор – это фактор быстродействия. Вот. Инверторный стабилизатор, в отличие от традиционных стабилизаторов, не исправляет сеть, а формирует сеть заново за счет принципа двойного преобразования энергии. Таким образом мы имеем силовую развязку входного и выходного сигнала. В этом случае, при всех испытаниях, которых мы демонстрировали, поведение стрелки в Альтметре говорил о том, что ничего с нагрузкой не происходит. Все возмущающие воздействия остаются стабилизаторами. Вопрос? Ну, у меня не то что вопрос. Как бы мы, в принципе, с этим стабилизатором еще познакомились на выставке Акватерн. И, кстати, тогда на выставке забыли сказать, но сейчас, наверное, поясним. Я так понимаю, что БАКС дает еще и дополнительный год гарантии при установке данного стабилизатора на котел. Плюс сама гарантия на стабилизатор 3 года. Это тоже не было важный факт. А, скажем так, по сути, при новом пуске и оборудовании стабилизатора у нас получается и на стабилизатор на котел идет гарантия 3 года. Да, абсолютно верно. Я думаю, для потребителя это будет как минимум приятное дело. Это хорошее, приятное и, скажем так, это лишнее подтверждение в том, что БАКС уверен в своей продукции. Ну, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Ну и полный фотоотчет о выставке вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. Ну и на этом все. Всем спасибо. До встречи в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok